здравствуйте начинаем урок химии для восьмых классов просто знать еще не все знания нужно уметь использовать говорил великий немецкий философ гетто проверьте себя мы с вами изучили химические свойства галогенов переписываем первый столбик то есть начало уравнения и находим правильные варианты во втором столбике они перепутаны вспоминаем как галогены реагируют с водой как галогены реагируют с не металлами с металлами и солями других галогенов я надеюсь вы сориентируете ровались правильно и у вас получили следующий ответ вспоминаем при взаимодействии галогена с водой образуются кислоты при взаимодействии галогенов не металлами именно галогены являются окислителями как в первом во втором и третьей реакции при взаимодействии с металлами вспоминаем что хлор является сильным окислителем предпоследняя реакция показывает также взаимодействие с галогеном на обратите внимание при температуре поэтому образуется две кислоты аж хлор и аж хлор о4 и последняя реакция вспоминаем что более активные галогены вытесняют менее активные то есть хлор может вытеснить йод из ее соли галогенами называют элементы седьмой группы это фтор хлор бром йод остат внешний энергетический уровень атомов галогенов содержит вспоминаем что они стоят в седьмой группе поэтому 7 электронов высшая валентность равна 7 а низшая равна 8 минус 7 1 галогены это типичные не металлы с увеличением радиуса атома не металлические свойства уменьшаются и самый активный не металл это фтор галогены окрашены причем интенсивность окраски увеличивается с увеличением их массы втор желтого цвета хлор желто зеленого бром коричневого и йод темно фиолетовый химическая активность галогенов уменьшается сверху вниз галогены взаимодействует с водой с образованием кислот их активность от фтора к йоду падает каждый предыдущий галоген вытесняет последующий из его соединений еще раз повторите эти утверждения если вы их будете помнить вы будете знать предыдущий материал а теперь внимание внимание криминальная хроника один из братьев преступников одетый в желтый зеленый костюм и издавна известный как убийца удышитель совершил побег из мест заключения он вступил связь с одним из жителей государства персии это соединение легко растворилась водной среде и начало свою преступную деятельность поступили первые сигналы с мест преступления это розовые пятна улики после встречи с семьей индикаторов а после встречи обмена с нитратом серебра остался белый творожистый осадок который при солнечном свете быстро потемнел необходимо установить личность незнакомца определить степень опасности его для жителей персии указать его приметы составить анкету для архива найти и обезвредить преступника так можно такую можно дать характеристику соединением хлора хлороводород и соляная кислота обратите внимание если один из братьев галогенов одет желтый зеленый цвет это хлор при соединении с водородом образуется хлороводород который легко растворяется в воде при взаимодействии с индикаторами а точнее лакмусом образуется розовое окрашивание и при встрече при взаимодействии хлороводорода или соляной кислоты с нитратом серебра образуется творожистый осадок сегодня мы изучаем свойства хлороводорода и соляной кислоты обращаю ваше внимание хлороводород и соляная кислота имеют абсолютно одинаковую формулу аж хлор но при этом это разные вещества хлороводород это бесцветный газ с резким запахом ядовит и тяжелее воздуха обращаю ваше внимание что в одном объеме воды могут раствориться до 500 объемов газа и при этом образуется соляная кислота в молекулах хлороводорода связь ковалентная полярная а вот соляная кислота это и есть раствор хлороводорода это сильная одно основная кислота и связь не уже ионная концентрированная соляная кислота это бесцветный раствор но дымит во влажном воздухе то есть когда открывают концентрированную соляную кислоту бутылочку с концентрированной соляной кислоты наблюдается вот такой вот дымок это испаряется хлороводород максимальная концентрация соляной кислоты 40 процентов химическая формула и строение молекулы хлороводорода но то что мы с вами проговаривали что в молекуле хлороводорода образуется ковалентная сильно полярная связь электронная плотность практически полностью стянута в сторону хлора в промышленности хлороводород получают путем сжигания водорода в атмосфере хлора или хлорированием на свету предельных хлороводородов данная реакция проходит по радикальному механизму то есть молекулы хлора на свету распадаются на отдельные атомы атому хлора до окончания электронного уровня не хватает одного электрона это заставляет оттянуть на себя один атом водорода моли от молекулы водорода образуется соединение h-хлор и атом водорода радикал водорода которые свою очередь реагируют с молекулой хлора и так эта реакция продолжается до бесконечности такие реакции называются цепные то есть цепные реакции это процессы протекающие через цепь последовательных превращений лаборатория из хлороводород можно получить из солей соляной кислоты то есть берут соль соляной кислоты хлориды добавляют к ней концентрированную серную кислоту немного нагревают образуется соль соляной кислоты сульфаты или гидросульфаты и хлороводород выделяется виде газа соляная кислота это раствор хлора водорода в воде это бесцветная жидкость но очень часто техническая соляная кислота имеет желто зеленый цвет концентрированная серная кислота дымит и максимальная концентрация соляной кислоты 40 процентов запомните особенности обращения соляной кислотой высоко концентрированная соляная кислота это едкое вещество при попадании на кожу вызывает сильнейшие химические ожоги особенно опасно попадание в глаза для нейтрализации ожогов применяют слабый раствор щелочи или обычной питьевой соды запомните пожалуйста если по незнанию или случайно вы получаете или ваши близкие получают ожог кислотой необходимо место поражения обработать раствором питьевой соды при открывании сосудов сконцентрированной соляной кислотой пары хлора водорода притягивая влагу воздуха образует туман который раздражает глаза и дыхательные пути человека это тоже очень опасно реагируя сильными окислителями хлорная известь диоксид марганца перманганатом калия образуется токсичный газообразный хлор допущен оборот соляной кислоты не более 15 процентов и так изучаем свойства соляной кислоты запоминаем что соляная кислота это сильная кислота и она способна диссоциировать на ионы упрощенно это выглядит аж хлор в растворе распадается на катион водорода и анион хлора как изменяется окраска индикаторов в растворах вспомните пожалуйста как меняет лакмус в кислоте то есть он становится красный метил оранжевый из розового превращается в малиновый и фенофталиин не изменяет свою краску он остается бесцветным соляная кислота реагирует с металлами если это разбавленная соляная кислота то чаще всего образуются соли двух валентного железа если же реакция идет сконцентрированной соляной кислотой может образоваться соли трех валентного железа также соляная кислота реагирует с основными оксидами и амфатерными точно также с образованием соли и воды взаимодействует с основаниями с образованием соли и воды и взаимодействует с солями более слабых кислот вытесняя кислотные остатки из их солей хлориды металлов это соли соляной кислоты натрий хлор купрум хлор 2 феррум хлор 3 алюминий хлор 3 и другие соляная кислота и хлориды окисляются сильными окислителями проходят вот такие сложные реакции обратите внимание что при взаимодействии соляной кислоты с перманганатом калия образуется соль калия соль марганца чистый хлор и вода более близко вы с такими реакциями познакомитесь девятом классе качественная реакция на хлориды и соляную кислоту это взаимодействие с нитратом серебра образуется нерастворимый белый творожистый осадок аргентум хлор и образуется или кислота или новая соль применение соляной кислоты применяет соляную кислоту при травлении стали перед подкрытием стальных покрытий слой защитного металла это лужение хромирование перед этими процессами необходимо удалить пленку оксидов с поверхности для того чтобы эту пленку удалить обрабатывают соляной кислотой и соляная кислота реагирует с этими оксидами недостаток этой операции заключается в том что кислота реагирует не только с оксидом железа но и самим металлом чтобы избежать реакции кислоты с металлом в кислоту добавляют специальные вещества ингибиторы они замедляют нежелательную реакцию результате подобных реакций можно получить вот такую вот красоту также соляную кислоту используют для нейтрализации источных хвост очистку и дубление кожи получения каучика анилина лекарственных средств геологии для обнаружения карбонатных пород мрамора и в пищевой промышленности для получения желатина получение кленового сиропа из кукурузного крахмала многие из вас видели подобные пакетики это удобрения которые используют для того чтобы наши растения лучше росли также вещество калий хлор можно использовать для получения стекла хлорид ртути сулема это яд использовался в медицине для дезинфекции сейчас это вещество запрещено к использованию из-за своей высокой токсичности цинк хлор 2 замечательное средство для пропитки для древесины против гниения в медицине при паянии каменная соль используется в промышленности в медицине каждый из вас наверное слышал понятие солевые шахты солевые комнаты для лечения больных респираторными заболеваниями аргентум хлор применяется в черно-белой фотографии так как обладает сверхчувствительностью и разлагается на свету с образованием свободного серебра кроме соляной кислоты существует еще ряд кислот познакомьтесь с ними хлороводородная кислота аж хлор или соляная хлорноватистая кислота аж хлор о хлористая кислота аж хлор о2 хлорноватая кислота аж хлор о3 и хлорная кислота аж хлор о4 у меня большая просьба определите степень окисления хлора во всех этих соединениях и в качестве домашнего задания я прошу вас написать уравнение реакции цинк медь как реагирует соляной кислотой как реагирует оксиды кальцио плюс аж хлор с основаниями алюминию аж трижды плюс аж хлор с аммиаком вспомните что у в молекуле аммиака существует неподеленная электронная пара и там есть способность к образованию донорной акцепторной связи и реакцию между нитратом серебра и соляной кислотой для закрепления задания также я вас прошу выполнить следующее действие необходимо написать решить генетическую цепочку и написать соответствующее количество химических реакций и соляной кислоты нужно получить хлор из хлора алюминий хлор 3 из алюминий хлор 3 алюминий аж трижды гидроксид алюминия из гидроксида алюминия оксид алюминия из него опять хлорид алюминия трехвалентного и опять хлор второе задание вам даны вещества нужно определить с какими из этих веществ соляная кислота могут прореагировать и записать составить уравнение всех этих реакций спасибо за внимание успехов в изучении химии